Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Ночью в Ноябрьске на территории промзоны загорелись автомобильные шины. Пожарные были на месте через несколько минут после сигнала, но к этому моменту огонь охватил 200 квадратных метров помещения, что говорит о позднем обращении. Через час спасатели ликвидировали открытое горение с едким дымом. Также огнем повреждено здание, расположенное на территории организации на площади 70 квадратных метров. 19-летний житель Ноябрьска идет под суд. В феврале он предложил 15-летней знакомой испытать юный организм наркотой. Родители девочки о произошедшем узнали и написали заявление в полицию. Уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств», совершенное в отношении несовершеннолетней, передано в суд. Конфискация оружия и штраф в полтора миллиона рублей. Вот добыча от незаконной охоты. Сотрудник администрации Шурышкарского района, начальник бюджетного управления Департамента финансов, зимой 2022 года застрелил трех лосей, наплевав на официальный запрет на добычу этих животных зимой. Карабин Сайга пришлось отдать. Еще мужчине нельзя охотиться в течение двух лет и нужно оплатить штраф. Приговор суда вступил в силу. Мошенники взломали аккаунт жительницы Салихарда и от ее имени поживились деньгами. 24 апреля к женщине обратился ее знакомый и задал вопрос, когда она вернет ему долг. Дама удивилась, так как не знала, что у нее есть долги. Северянка обратилась в полицию. Оказалось, что некто взломал доступ ее аккаунтам в соцсетях еще 13 февраля и разослал знакомым просьбы дать ей взаймы. На это попался знакомый потерпевший. Он перевел 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok